всем привет вы на канале жизнь привозка деревня сегодня в татарстане у нас погода совсем не важная поливает дождь но периодически то льет то не льет но с сильным ветром и ветер не теплый не южный но я решительно настроен хочу коротким перебежками до забора и обратно если будет поливать дождь под навес крепить лаги на новый забор потому что время идет уже третий день как столбы стоят уже можно крепить лаги ну вот сейчас дождь закончился можно идти и начинать крепить инструмент весь готов расходники готова помимо лак надо еще будет закрепить вот эту вот сетку по низу раз уж она есть пусть будет но сначала лаги я отбивал лазером в том ролике ваша лесенка все идет где-то вот метров 20 сейчас закрепим точно тут конечно помощник необходим попробую один пока и и и и и и вот такая лесенка получается и так и далее продолжаем но дождик вот идет мешает конечно немного некоторые столбы надо подпилить по высоте слишком торчат дожди конечно мешает сильно моросит она тут по уровню все идет ведь какая лесенка получается но снизу еще раз вскрываться придется подкладывать вот эту сетку но это тогда когда уже лаги все закрепим на забор где-то там на горе вертолет видимо садится так эти у меня запасы заканчивается открываю новую коробку и здесь у меня вот такие вот кровельные самореза цвет шоколад у меня таких три упаковки в каждой упаковке по 250 штук это 850 штук так мне туда один сюда 2 опять дождик начался уровень не забывай с собой забрать чтобы не расслаблялся чтобы не расслаблялся как дела дома какие дела говорю какие нормально по тихому козлят разговариваете с ними уговариваете вот такая погода у нас то дождь то солнце ветер северный приходится под навесом кофе пить солнце ты не понимаешь кто это мог дерево вот так вот обгрызть вон там которая свалилась ты видишь это бобры что ли у нас завелись короче ветки обгрызанная то ли зайцы здесь то ли бобры кто кто может так обгрызть это же грызуны какие-то тут завелись а так нет это в прошлом году был ураган помнишь когда я здесь копал фундамент он она ударила да в этот просто свалилась а вот сейчас я заметил что ветки просто обгрызаны концы очень хорошо с этой стороны небо синее и солнышко а с той стороны пасмурно между навесом такой интересный контраст получается это говорит о том что же не идет работать собирать забор сегодня от собрать его такая объемная посылка в этот раз интернет-магазина любимый василек женя принес таких огромных двух мешках но на самом деле здесь одеяло подушки и пледы для нашей новой квартиры мы летом ожидаем мама должна моя скоро приехать потом родственники может быть жене на родственники приедут поэтому это все пригодится и еще нужно будет заказать постельное белье самое интересное начну вот с этого большого одеяла плюшевое одеяло покрывала 240 на 190 нежность она невероятно уютно им просто укутаться на большую кровать до большого размера укутаться накрыться очень комфортно она двухсторонняя светлая сторона вниз я так понимаю внешняя снаружи хотя она двухсторонняя по сути как по настроению на сайте любимый василек невероятно большой выбор подушек одеял и различных пледов две подушки магия бамбука я заказала одна такая стоит 775 рублей размер у нее 70 на 70 приходят подушки индивидуальной упаковки магия бамбука мужа же не заказывали нам нравятся поэтому также для гостей такую и заказала две подушки любя же пух 50 на 70 они чуть подороже 933 рубля стоит также вид в индивидуальной упаковке я кстати такие подушки стирал не раз они хорошо держат форму швы хорошо прошиты и последняя подушка которая хотела показать шерсть яко стоит она 1000 рублей 50 на 70 такую мы уже заказывали я знаю что она мягкая и чуть потоньше чем другие ее заказал для настя я заметила что настя очень любит на подушках лежать ей как раз кроватку по форме по размеру подойдет ну и конечно для комплекта я заказала одеяло одеяло магия бамбука 172 на 205 двухспальня она тоненькая легенькая на лето в нем очень комфортно будет укрыться не жаркой и она по орнаменту по цветовой гамме подходит подушкам магия бамбука для комплекта одеяло верблюжья шерсть 140 на 205 она стоит 3000 рублей поплотнее уже потяжелее мне нравится как это одеяло прошитое такие орнаменты красиво такое легкое одеяло бамбу я заказываю первый раз сейчас посмотрю как он выглядит она уже прям в сумочке пришло достаю слушайте ну такое тоже легенькое одеяло легенькое летнее одеяло видите у него же другой фасон более такой как скользко что ли на ощупь практика использования покажет будем пользоваться для квартиры заказала пледа нейтральной расцветки один вот такой вот легенькие они большие на большую двухспальную кровать и вместе с такими декоративными наволочками ну и второй плед вот такой вот расцветки тоже на двуспальную кровать а нам на смену я заказала вот такой вот строгая однотонная покрывала на нашу кровать это для смены ну когда я стираю наши чтобы можно было поменять мне она понравилась тем что она однотонная легкая и к такой ткани не липнет в шерсть у нас все-таки животные вот поэтому заказала такой вариант для нас на сайте любимый василек огромный выбор как вы видите постельного постельных принадлежностей одеяла подушки постельное белье очень много большой выбор полотенец различных и для бани и для сауны для кухни и так далее есть шторы ткани на отрез одежда мужская женская детская ссылочки мостам в описании под видео переходите выбирайте давай идем сюда взял конечно нет переверни сразу так бежим 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 опять наплыв специально сегодня смотрел по интернету что дождя не было вообще откуда это все пришло непонятно вышли опять под солнцем надо доколотить заглушки вот эти вот давали вот пластиковые где-то вставляются легко где-то прям забивать приходится не идут здесь все нормально давай 2 2 у нас уже 15 так а здесь очень высоко почти почти наш каркас готов полностью к креплению профнастила начинаем лен готова к следующему этапу соседнего участка больше не увидишь погнали невозможно работать опять дождь начался вот так вот бегаем туда-сюда строим забор чуть-чуть осталось но тут надо все равно падает держи вот так прям держит притащи перед так давай-ка я здесь отметил пилю чуть-чуть и вот так лесенкой с тобой идем и не забываем что здесь вот я суда закрутить нужно сейчас сразу сетка снизу помогает тоже наконец-то погода улучшилась и у нас дело пошло в некоторых местах приходится подкладывать сетку как видите это первый лист сюда еще землю накидаю немного земли но вот здесь вот например подрезал чуть-чуть чуток так вниз опустился и сетка опять же идет и вот так вот лесенкой мы спускаемся потихонечку вниз шесть профилей уже на своем месте такая красота получается оттенок не меняется пока но такие листы не попадались хотя у нас есть листы с другими оттенками очень так ничего получается все по уровню идет лесенкой спускаемся потихонечку отлично здесь уже это да прям в ливень ливанул сильнейший с ветром вот бы летом такой ливень вторая пачка саморезов уже пошла есть мешает улетает тут лена ее заваливает иногда с профлистом но тут оттенок уже другой пошел сейчас вот заметно нет кстати но это грязно это понятно дальше вот здесь темный шоколад идет а здесь могут такой матовый шоколад пошел уже ну с тарапинками с не конди ты не кондиция вот мы сейчас ее а там через двухсторонний они уже в конце по пойдут попросили соседи если двухсторонний то в конце ну кисточка маленькая маслом чтобы этот не тоже не жарил там даже видно не будет их особо вот а так вот потихонечку мы закрываем не зато стою чтобы прям вот ничего видно не было здесь и кошки чтоб не пролазили потому что он оцарапанный вот это возьмем а он двухсторонний не не берем берем тут двухсторонний некоторые ветер стихо туда атаку летали мы ну здесь вот надо полукруг резать давай-ка сделаем вот так на меня на волну чуть-чуть обратно я я режу я режу да то есть вот так вот здесь подрежу полукруг что ты подняла сам брался поймал забор вообще должен на 10 сантиметров снизу поднимать пойдем да мы тут обсуждаем вниз забор из то что где бетон там зимой может быть опускаться земля и сам вот этот профиль и он как может погнуться но не знаю чуть-чуть подрезать надо но зато потом не будем уже он все равно лежит да ну когда я лопатую грузись подрежу лопатой так здесь вот так победный подвинь туда не все это позвали вот как я люблю говорить на нашем канале очередной этап жизни в деревне у нас пройден обустройство нашего забора завершилась полностью буквально вот за два ролика и вот такой вот грандиозный замечательный забор красивый получился около 60 с лишним метров ну по мелочи здесь остается кое-где подсыпать подровнять землю снизу там он один лист пыльный его наверно помыть мойка высокого давления кое-где снять наклейки с профлиста ну и я еще хотел сейчас покажу самом конце где лицевой забор там есть нюанс так как кошки ходят там у них там целая тропа вчера морсик шел кстати вот здесь шел шел такой смотрит забор уже здесь сделаны обратно развернулся и пошел в общем они уже поняли все вот здесь они пролазят вот вот в этом месте вот здесь надо будет сетку такую же вот которая здесь по низу идет вот видите сетку крепил такую же вот здесь вот так продолжить просто разрезать ее ну и здесь до завершить я думал уже дерево набить также пару таких досточек сюда и все и закроем полностью а здесь прям вот этот профлист я не подрезал вдоль он прям четко встал ведь я вот нахлёст небольшой делаю четко встал прямо до трубы закрыл вот это классно конечно кое-где царапины еще есть но не кое-где везде даже не кондиция и я их пройду просто отработкой отработан маслом там маленькой кисточкой вот вот здесь например скотч надо снять видите в такие вот моменты это же мелочи в основном все держится крепко и у нас появилось как бы как будто больше места и я вчера проверял ходил здесь по эхо появилась до свет эхо такое кричал газ от счастья кричал наверно осталось остался материал да вот 10 проф листов осталось но они пойдут уже вон на тот забор туда на торцевую да нет я думаю тот закроем и все чтобы там не было глаз будет наблюдать за птичками и за вертолетами пару столбов осталось и вот поперечины 6 штук как раз надо просто будет докупить получается здесь 11 метров осталось я не знаю как мы считали забор тут вот сейчас эхо есть даже вот отсюда но 11 метров там буквально насколько метров 25 наверно да да купить еще 21 свет подсказать еще 10 листов докупить и все есть целый забор будет уже готов вот такая некондиция 900 рублей за лист вот получается около 9000 надо будет еще ну плюс стал бы добавить а сейчас мы будем доделывать кое-какие грядки свет попросила здесь из досок сейчас я буду здесь заниматься чтобы у нас был урожай в этом году вчера оттуда еще перетащили сюда ветки калины буду мельчить их для опять для удобрения для для грядок все это дело пойдет настя песочницу надо сделать некоторые зрители нашего канала писали про вот эту маленькую бензопилу что она не справляется своими задачами она слабо но видимо вы хотите сравнить ее с какой-нибудь полупрофессиональной большой бензопилой от 7 килограмм вот эта бензопила для садовых дел для выхода на природу отпилить какую-нибудь доску маленькую головешку она вполне справляется своей задачей поверьте не справляется чуть маломощная не понимаю все тут нормально а а а Вот такие вот дорожки из банного потолка между грядок. В принципе, неплохо. Доски не маленькие, не тоненькие, они толстые. Долго прослужат в качестве дорожек между грядками. Благо, хватает, сейчас доделаю и будет красота. Вот эта мурча здесь временно лежала на грядке. Все деревья поломала. За этой зимы, наверное, сугробы, вон, болтается веточка. Это еще ничего, я сейчас пойдем покажу тебе, как груша. Надо это разровнять. Груша вообще нас не радует. А это все, что осталось от нашей груши. Ей уже третий год. Вот. Все. Никуда эта груша не годится. Тоже ветки все пообломаны. Не прижилась она, в общем. Это снег какой-то такой был. Когда, видимо, снег... Ледяной, наверное. Да, и поломали вот здесь все ветки. Очень жаль. Мы так надеялись. Я тебе еще покажу облепиху, вон. Тоже немножко. А, вот. Тоже это все. Но она плоды в прошлом году давала небольшие. Ну, обломала так же. Даже облепиху у нее вроде как стволы-то крепкие. Это нормально. Это мама, это папа повыше. Рядом сажали в самый первый год, когда переехали в деревню. У нас хоть сливы-то будет в этом году? Сливы хорошо прижилась. Вот она, да. Сливы нормальные, ничего не поломалось. Сливы растет на этой земле. Потому что старая дает плоды и там, здесь. Мы кушаем каждый год ее. Все, вот здесь грядки готовы. И между грядей ходить можно. И так вот борта сделаны. Можно что-то сажать. Света еще вот здесь попросила. Здесь оградить борт. Длинный сделать. Потому что сюда тоже навозили землю. Здесь тоже можно что-то посадить. Санцы, я никогда не слышала, чтобы ты так пищала. Тошка странная вообще прибежала сама сюда. На дерево влевала. Зачем было сюда на средину часа бежать? Смех. Хорошо, можно представить. Если бы мы были на охоте, то, видимо, вот так вот мы уже слышали, что зверь. Молодец. Молодец. Ну что, выравнивается земля здесь? Здесь она какая-то широкая получается. Она что-то будет придумать, чтобы ходить хотя бы. Располовинить ее вдоль. Дорожку что ли сделать? Ах! Так-то я землей наполнил уже почти. Через пару недель у нас будет редиска целый. Видишь, рядок? Будем кушать редиску. Первые наши урожаи. Здесь салат сходит. Ну, здесь вообще чуть-чуть. Что это? Салат листовой. А, ну-ну-ну. А тут укроп будет. Где-то, может, он уже сходит, не знаю. И еще целая грядка лука. Лука бы весь зашел. Зашел? Вот, видишь, зеленый. А, ну-ну-ну, да-да-да. Лучок. 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 А здесь с краю, где таблички стоят, я посадила. Там астры, бархатцы, в общем, разные. Это еще, ну, пару дней назад посадила, поэтому пока ждем. Сейчас немножко полью, чтобы быстро высыхает. Нужно капельный польик делать. Ну, соберем, что тут, вот оно все здесь. Бочку выставить обратно туда, и будет автоматически снова у нас теплиться. Здесь вот чесночок уже зашел на всей грядке. Свет, а здесь что вот на этих? Раз, два, три. Что все? Все можно. И кукуруза, горовка там, подсолнухи-то хотела. Трюшковую фасоль можно посадить, все что угодно. Малина, клубника, груши, яблоки. Не, малина, клубника туда, малина туда, груша туда, не сюда. Вот, получилась здесь вот такая полугрядка. А, кабачки, патиссоны. Вот здесь, наверное, кабачки, патиссоны мешать не будет. Вот тропа. Здесь можно, кстати, еще тоже грядку сделать такую вот, небольшую совсем. И получится. Я пока не уверена, что я справлюсь, пока не будет. Пока что? Здесь цветы однозначно будут. Вот здесь цветы, да. Да, может и там. В общем, огород у нас определен. Он здесь. Вот сейчас покажу. Он был вот здесь, вот весь туда вниз уходил, да. Сейчас здесь поляна. Вот здесь старая клубника осталась. А теперь он стал вот здесь, возле теплиц. Вот так вот облагородили уголочек. Я думаю, что нам на лето, на следующее хватит. Посадить что-нибудь и покушать. За глаза он свет показывает. По статистике нас смотрят 51% с подпиской и 49% без подписки. Но все равно смотрят одни и те же. У нас просьба. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Красная кнопка, она вас ни к чему не обязывает. Вы просто даете нам больше мотивации делать для вас еще интереснее ролики. И почаще выпускать. Если вам, конечно, это нравится, поддержите подпиской на наш YouTube-канал. Пожалуйста. Ну и не забывайте про телеграм-каналы. Жизнь Перворожской деревни. Сейчас наверху выставится QR-кода. Просто поставьте на паузу, наведите телефон, и вы попадете на наши телеграм-каналы. Жизнь Перворожской деревни и Ладушки Лайв. Там вообще все интересно. И онлайн. Онлайн-жизнь. Выходит видео зарисовки нашей деревни, жизни нашей деревни, фотографии, посты. Там живое общение. Переходите, тоже подписывайтесь. У нас теперь пейзаж на разрушенную баню. Пейзаж на разрушенную баню. В этот раз решили попробовать стейки. Это корейка в грузинском маринаде. Купил парочку таких. Прям на гриль ее. И тоже корейка, только уже маринад сливочно-чесночной, с зеленью. С минимальными костями, как сказали. Сразу запах пошел. Вот на такой ноте мы попрощаемся, но ненадолго. Но и Ладушки. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова